Дисциплина краеведения по направлению подготовки в сфере обслуживания для обучающихся по образовательной программе туризм, кафедра менеджмента и туризм. Ангелия Дарига-Истургановна. Основная цель курса краеведения – помощь на своих будущих менеджерах туристических структур казахстанских и туристических рекреационных природных и историко-культурных ресурсов для развития внутреннего и международного туризма. Основные задачи дисциплины краеведения – дать знания об основных источниках краеведения, необходимых для составления туристических экскурсионных программ. Получить студентов самостоятельно пользоваться различными источниками краеведения. Сформировать умения студентов поиска и систематизация краеведения в стиле их использования в туристическом бизнесе. Компетенции. При изучении дисциплины студент должен задать по совершению изучения дисциплины объема данной программы будущий специалист должен усваивать научные теоретические и методологические основы организации туризма, а также обладать методами ее планирования и продвижения. Получение знаний студенты могут использовать в своей профессиональной деятельности, находить эффективнее решения в сфере туристического бизнеса. При этом студент должен уметь рамотно проводить презентации туристских предложений. выбирать эффективные каналы распространения рекламы, использовать методы расчета бюджета, оценивать эффективность продаж, разбираться в визу в документах и страховых полисов. Быть компетентом. Общекультурные компетенции. Понимать социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения, охранять права и здоровье человека, проявлять инициативу, в том числе и в ситуациях, рисках, иметь способность брать на себя всю полноту ответственности и поиск решений в нестандартных ситуациях. Владеть культурой, мышлением, иметь способность к обучению, анализу, восприятию информации, постановке сели и выбору в пути ее достижения, иметь способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, уметь анализировать социальные значимые проблемы и процессы, также действительностью значимые философские проблемы. быть компетентами, специальные компетенции, знать технологии оказания услуг в различных видах туризма, выявлять, анализировать запросы потребителя, возможности их реализации, проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг сели, формирование востребованного туристского продукта, информировать потребителей о туристских продуктах, взаимодействие с турагентом по реализации и продвижению туристского продукта, профессиональной компетенции, способность обрабатывать и интерферировать с использованием базовых зданий, математических и информатических данных, необходимых для осуществления проектной деятельности в туризме, способность самостоятельно находить и использовать различные источники информации по проекту туристского продукта, готовность к реализации проектов у туристской индустрии, производственные технологические деятельности, готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий, способность к реализации туристского продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий, способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. Перекader 1. Перекадание. 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 Туров и раскрыть их подробно. План лекции, роль методики краеведческой работы в процессе подготовки туров. Второе, краеведческая работа в туризме. Третье, туризм как основа краеведческой работы. Краеведческая работа, одна из наиболее доступных и разнообразных экспертов, применение туристам своих знаний и умений в путешествии, широкая область практического приложения и познавательных, исследовательских интересов, что дает краеведение путешественникам, будет любознательно, создает условия восприятия общественных природных явлений, желание больше узнать и больше вложить в свои знания конкретно изучаемые объекты территории, формирует путешествия, глубокую родину, патриотизму. Проведение способно наполнить путешествия интересным содержанием живых бытов и деятельностей туристов. Методы изучения края вытекают непосредственно из серии задачи хронологической рамы исследования. В числе основных методов изучения края можно назвать археологические, архивные, этнографические методы, встречи с ветеранами, участниками важных для края исторических, культурных и иных событий. Методы краеведения в своей местности работают с литературными источниками, катографические методы, статистические методы, метод анкетирования, метод полевых наблюдений, зарисовки фото и видеосъемки, сравнительные исторические и так далее. К дополнительным методам изучения края можно отнести первое интегрирование, взаимосвязное ведение разнообразных организационных форм и методов познавательной деятельности от получения готовых знаний от края до его изучения в процессе углубленного исследовательского поиска, предоставляющего научения и сообщества полезный интерес. Вторую организацию положительным опыта югоанализ, корректировку описания пропаганды следует опираться на все цены, что добыты трудом поколений краеведов, разработаны отечественные и зарубежные краеведческие мысли, используя сложившиеся традиции, разработанные новые методы, изучая историю края. Наблюдение, анкетирование, беседы, изучение учебных исследовательских работ, доклады, сообщения, сочинения, материалы по ходам, экспедиции и так далее. В зависимости от целей краеведческих экспедиций используется комплекс методов краеведческой работы. На разных этапах исследования края применяются различные методы краеведения. Проведение краеведческих экспедиций необходимых для получения дополнительных данных о крае. В краеведческой работе могут применяться все основные методы краеведческих исследований. Литературный полевых наблюдений, картографические, статистические, анкетные, личные беседы. Литературный метод связан с использованием разного рода печатных источников, обнеизучаемых территориях. Знакомство с литературой важно для того, чтобы получить предварительные знания об исследуемой территории в своей работе, не повторяя того, что уже раньше сделано. Оно помогает краеведу решать вопросы об истории развития края. Изучение литературы необходимы и для теоретических обоснованных выводов, получаемых в краеведческих исследованиях. Этот полевых наблюдений особенно часто применяется для изучения природных условий. Он включает различные исследования в стационарных, на географических площадках, в лабораториях и в полевых условиях применения технических средств, специальные аппаратуры и инструментов, фото- и киноаппаратуры. Картографический метод исследования предполагает работу с картой в теле раскрытия пространственных сочетаний в природе и в хозяйстве на территории края. В карте должно начинаться краеведческие исследования. Ее наносят результаты. Размерная съемка, составление разных карт – важнейшая часть исследования. Статический метод заключается в отборе количественных показателей и их обработке, особенно при изучении населения, хозяйства, экономических связей. Этот метод состоит из разных подсчетов, количественных данных, вычисленных средних величин составления таблиц и их графического изображения. Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, стражилами помогает установлению исторических буртовых фактов, уточнению уже известных сведений. Фотографированные и киносъемка – неразрывные средства краеведческих исследований. В результате фотографирования и киносъемки типичных объектов края и картин жизни в будущем объединенном месте могут быть материал для интересных альбомов, монографий и кино-демонстраций по отдельным вопросам, а также материал для экспозиции краеведческих музеев. Для того, чтобы в полной составе характеристику природы у края и отразить в ней изменения, причащие природы и хозяйстве, краеведческая работа требует постоянного сбора и изучения своей временной, а также за прошлое время, о литературе потерялом из научных трудов и сообщениях художественных произведений и прочее. По статье заметил в журналах и газетах, в географических картах, писем всякого рода, летописи и другие записи, а также фотографических снимков, рисунков из газет, журналов и прочее. Изучение литературных краеведческих источников осуществляется на первом этапе краеведческих исследований для получения предварительных сведений. Источники краеведческих информации – это учебники и учебные пособия, статические справщики, справщики, библиографические обзоры по вопросам туризма и кроведения, сборники, журналы, газетные материалы. Предварительно следует наметить подлежащие просмотру издания, выявить информативную направленность, установить хронологические рамки. Внимание следует обратить на те раздели, которые соответствуют тематике. Получение информации должно быть занесено на карточку. Выпуска должна иметь фамилию, инициалы автора, заглавие статьи, точен ссылку на наименование зданий с указанием года, числа и страницей газеты или журнала. Картографический метод исследования направлен на выяснение пространственного размещения, природных, хозяйственных, исторических, археологических и других объектов и явлений на изучаемой территории. Все краеведческие исследования должны начаться с составлением карты или плана изучаемой местности. Карты основы служат для нанесения на них результатов исследования. Основными методами полевых исследований являются первый стационарный и второй экспедиционный. Первый метод заключается в наблюдении исследователя на место постоянного жительства или длительное место пребывания. Второй метод во время кратковременного пребывания во время путешествия или похода. Наиболее доступными методами во время путешествия являются наблюдения визуальные или анкетирования. Статический метод основан на отборе и анализе количественных показателей с последующим составлением карт с кемп, таблиц, графиков, диаграмм. Этот метод широко применяется краеведами при изучении хозяйства, населения и экономической связи своего края с другими территориями. Контрольные вопросы. Первый. Туризм и краеведение их связ, что дает краеведение путешественникам. Третий. Методы, краеведские работы и характеристики и особенности. Четвертый. Наблюдение доступнее для туристов. Пятый. Что является краеведческим материалом.